Это 23-го. Резолюция сегодняшнего народного вечера. У нас очень большая просьба. Если вы увидите, что какого-то пункта нет, пожалуйста, подходите после официальной части. Мы запишем ваши предложения. И они будут доработаны. Дорогие друзья, мы говорим в честь те предложения и те высказывания, которые были нам преподнесены вчера после митинга и то, что вы говорили ранее нам. Поэтому мы несколько отошли от традиции и в начале сегодняшнего вечера мы сочетаем проект резолюции нашей с учетом того, что вчера говорили и то, что мы предлагаем сегодня обсудить. Заявление территориальной общины Харькова. Харьковская территориальная община, руководствуясь статой 5 Конституции, заявляет. Мы не признаем легитимной власть путчистов, осуществивших вооруженный государственный переворот в Киеве. И не собираемся подчиняться назначенным ими государственным и местным чиновникам. Назначенный хунтой губернатор Балута является ставленником, преследуемого по уголовным делам эс-губернатора Авакова. Пытается установить в регионе власть бендеровских путчистов и должен быть привлечен к суду за выполнение преступных приказов. Бестная власть в лице областного и городского советов самоустранилась от выполнения прямых обязанностей по защите права и интересов территориальной общины города. И пытается вступить в сговор с киевскими путчистами. Украинские СМИ при освещении событий тотально извращают суть происходящих процессов. Преднамеренно распространяют лживую информацию и должны быть привлечены к ответственности за клевету по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Территориальная община требует областному совету немедленно провести сессию и назначить на 27 апреля 2014 года местный референдум с вопросом Ты согласен, чтобы Украина была федеративным государством? Да или нет? Да! В случае отказа руководства областного совета от проведения сессии начать процедуру отзыва депутатов, роспусков совета и проведения досрочных местных выборов всех уровней и выборов губернатора. Харьков призывает территориальные общины Юго-Востока по Дуге от Одессы до Харькова объединить усилия по одновременному проведению местных референдумов о федерализации Украины. Мы требуем отмены выборов президента, назначенных на 25 мая 2014 года нелегитимной хунтой. Свободное волеизвеление народа не может происходить под дулом автоматов неонацистских боевиков. Партии регионов покаятся перед народом за предательство и измену интересов избирателей Юго-Востока. Отозвать своих депутатов из Верховного Совета. Инициировать в областном совете принятие решения о проведении местного референдума о федерализации Украины. Представителям миссии ОБСЕ, которые работают сейчас в Харькове, с мандатом Бюро по демократизации правам человека в итоговом докладе по общественно-политической ситуации на Украине отразить требования Харьковской территориальной общины о предоставлении слова на сессии по СЕ представителю общины с изложением фактов нарушения правящей хунтой прав и свобод граждан. Пусть знают, что Харьков не может молчать и будет говорить в Европе. Признание на территории Харьковского региона русского языка государственным и свободное использование наравне с украинским. При работе в государственных, муниципальных и образовательных учреждениях. Запретить все неонацистские партии, объединения и группировки, осуществившие государственный переворот. Считать противозаконным и не признавать подписание представителями хунты ассоциаций с Евросоюзом. Вектор развития государства может определять только народ на всеукраинском референдуме. Вот наша резолюция и давайте ее обсуждать. Дорогие друзья! Партию создайте боротьбам, чтобы была партия! Мы ее представляли позорью! Дорогие друзья! Здесь кричат о том, что нужно создать партию. Ребята, у нас все еще впереди. Все будет создано. Только вы давайте ваши предложения. Мы будем вас выслушивать и обращаться в облсовет, в горсовет и во все инстанции. Слово предоставляется Сергею Киричеву боротьба. Потому что правый сектор застал справа вашей президенту. Дорогие товарищи! Правильные голоса раздаются о том, что нужно создавать политическое движение, которое бы выражало наши интересы. Но перед этим нужно обеспечить безопасность людей. Потому что невозможно проведение выборов, невозможны митинги, собрания, шествия, если их обстреливают неонацистские банды. Поэтому мы сегодня, наш митинг, начинаем с того, что требуем у городских властей, прокуратуры города и городской милиции немедленного расследования и привлечения к ответственности тех, кто виновен в убийствах на Рымарской. Мы сегодня говорим о том, что возможны переговоры с мэром Кернесом, но при условии, что будут разоружены неонацистские банды и милиция города может обеспечить безопасность горожан от этого беспредела. Только после этого мы можем вступать в какие-то дискуссии и переговоры с ним. Мы сегодня также требуем, чтобы безопасность в городе обеспечила городская милиция. Все милицейские части и спецподразделения, которые прибыли из Полтавы и других городов, должны немедленно вернуться в места постоянной дислокации. Сегодня наш митинг – это митинг-реквием. Сегодня чтим память ребят, которые погибли в перестрелке с неонацистами. Вечная память и вечная слава нашим героям, которые пали в борьбе с нацизмом. Давайте почтим их память минутой молчания. Спасибо. Вечный покой, вечная слава. Сашизм не пройдет. Сашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм. А также, дорогие товарищи, я бы попросил. Я просил всех сегодня проявить нашу организованность, сплоченность, дисциплинированность. Мы не будем захватывать административное здание, не будем ничего громить. И, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было провокаций, потому что они возможны со всех сторон. Провокаций сегодня быть не должно. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Дорогие друзья, наш митинг будет состоять из трех частей. После официальной части будет... Россия! 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 Дорогие друзья, спасибо большое. Но наше личное мнение, и мы спросим ваше мнение, Мы считаем, что наш народ украинский может и русский тоже не должен становиться на колени не перед ЕС, не перед русскими. Тем более, они этого... Русские я не redo говорю! Да, сейчас, сейчас. Русские я не켜дели безопасность! Россия на граждании certamente! Никогда! Нет, нельзя! Уважаемые товарищи, мы за интернационализм, мы за дружбу украинского и русского народа Мы считаем, что с неонацистами надо бороться по всей Украине Но только тогда мы сможем это сделать, когда мы объединимся Объединимся в единую страну, но через федерацию Через федерацию, через культурную федерацию Выходом преодоления гражданской войны является проведение референдума по вопросу федерализации Украины По вопросу получения статуса второго государственного языка русского на территориях юго-востока Украины Должны быть реальные условия для того, чтобы русские могли более изъявлять свое мнение Без какой-либо опаски, что их не поймут и не услышат Мы должны объединиться, русские, украинцы, армяне, евреи, Донбасс, Харьков, многонациональные города Мы должны объединиться и вместе бороться против неонацистских банд И против фашистов и олигархов, которые сегодня выступают в единых блоках против трудового народа Россия! 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 Дорогие друзья, послушайте Дорогие друзья, давайте мы будем, мы знаем, что Россия для нас значит И когда здесь десятитысячная площадь говорит Россия, все окна дрожат Но мы должны слушать и другую точку зрения Мы должны сказать, что мы только вместе с Россией были веками и будем всегда вместе Мы сегодня покажем наше единство Мы пройдем сегодня к месту, где погибли наши друзья Мы пройдем к офису партии регионов и скажем все, что думаем об этих предателях Мы пойдем к прокурору и потребуем расследования всего, что здесь происходит А сейчас я предоставляю слово вот этому большому человеку Антону Гурьянову, представителю гражданского форума Дорогие друзья Я сейчас вижу на этой площади разные флаги И один из этих флагов это флаг России И этот флаг говорит о том, что здесь собрались не люди, разделенные какими-то противоречиями Или еще чем-то Здесь присутствуют разные флаги, еще раз говорю Но мы единый народ Мы единый народ Здесь флаги Белоруссии, Украины и России Все мы русские Мы русские люди И мы относимся друг к другу с братской любовью И уважаем друг друга, уважаем свои языки, обычаи и культуру Харьков, русский город! Мы должны идти спокойно, решительно, по тому пути, который диктует нам наша воля, воля народа, потому что мы и есть источники этой власти. Первое, что мы должны сделать, это взять власть в свои руки, как это предусмотрено по Конституции, да? Потому что если власть будет не в наших руках, то все митинги, все вот эти критики, они не будут стоить ничего.